Привет! 16 мая у Дениса будет день рождения. В честь этого он решил разыграть среди подписчиков чай от Art of T. Всего будет три победителя, и каждый получит возможность заказать себе чай на 10 тысяч рублей. Чтобы принять участие, нужно подписаться на телеграм-канал и нажать кнопку «Участвовать». Итоги будут подведены 16 мая на стриме. Ссылка на телеграм будет в описании. Спасибо за внимание. Не забудьте поставить лайк, пожалуйста. В последнее время, если я не упоминаю, лайки постоянно просаживаются. Типа, если вам видос нравится, ну не стесняйтесь вы пальчик вверх тыкнуть, гэс. Просто пальчик чик-чик, все, пальчик поднял, пальчик порадовал шипса, и тебе хорошо, и мне хорошо. Тебе чаще видосики, которые тебе нравятся, потому что ты сам от себя регулируешь свои рекомендации. А мне чуть больше просмотров, потому что твой лайк, возможно, мое видео продвинет. Привет, ребят. Сегодня будем играть на вивере. Но, вопреки вашему ожиданию, это не будет виверкор, это будет вивер сапик. Человек сдонатил мне 1000 рублей, за что я очень сильно благодарен. Алексей Шумилин. Я помню, ты мне в Телеграме писал, прям точно помню твою фамилию. И в ВК, по-моему, ты мне писал. Ну, в любом случае, ты написал. Запиши вивера 5 на рейтинге в районе 3К. Там есть интересный геймплей. Ты не уточнил ни сборку, ничего. Но, во-первых, я буду играть на вивере 4К. Основная причина, это удобство. Вивер как 5 очень неудобный персонаж. Ты не любишь на пятерке вивере... То есть, ты любишь на пятерке делать варды, делать какие-то такие базовые вещи, рутинные, которые на вивере делать некомфортно. Просто вивер один из этих персонажей, на котором неудобно это делать. В случае же, если ты играешь на четверке, ты можешь убрать всю вот эту ненужную расстановку вардов и поиграть так, как ты хочешь. Так, как тебе удобно. Можем пробить его. Вот. Го-го-го. Все. Насчет первого левела. Там по-разному раскачка идет. Я не буду сейчас скачать первый скилл, просто потому что мне очень нравятся шикучи. Типа, это очень удобный скилл. С ним очень удобно драться, с ним очень удобно кейсить. Плюс вы будете еще дальней, какая сеть. Хочешь пополнить баланс в Steam, но не знаешь, как это сделать? Тебе поможет сайт Купикод. У Купикод самая низкая комиссия на рынке. Плюс ко всему, сайт полностью повторяет все скидки в Steam. Купикод это не просто сервис пополнения. Это отдельная игровая экосистема, которая является самым надежным способом пополнения баланса. Они делают упор на честность и развитие комьюнити. А также организовывают различные турниры и предлагают всяческие системы лояльности. А по моему промокоду комиссия на пополнение снижается на 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. А чтобы пополнить Steam, тебе нужно просто выполнить 3 действия. Первое действие это ваш логин Steam. Второе, мой промокод. Принять его и нажать оплатить. А самое главное, что процесс прост и безопасен. Купикод не попросит в ваш пароль и другие данные. Поэтому можете не переживать и спокойно пополнять свой Steam. А если вы уже зарегистрированы, то для вас будет действовать кэшбэк на каждое пополнение и покупку. Также через Купикод можно пополнять казахстанские аккаунты и аккаунты в долларах. А плюс ко всему этому, на Купикод есть раздел недоступный в РФ, где собраны игры, которые вы не сможете найти в магазине Steam. Но благодаря Купикоду их можно получить на свой ру аккаунт. Залетай скорее на Купикод и пополняй Steam по выгодным ценам. В чем идея вивера саппорта? Ну, самая основная, вивер сапп в основном имеет кучу минусов. Ну, самый очевидный минус, отсутствие стана, отсутствие прям хорошего скейла в лейте. То есть, его таланты его не супер сильно апают. Ну, если так почитать, да? 8 сил, там урон к шикучам. Ну, как будто бы таланты такие, средние. Ну, если посмотреть на его плюсы и постараться их реализовать, то герой начинает играть новыми красками. В чем основная идея вивера, на мой взгляд? Ну, самое очевидное, у него хороший аганим. С аганимом ты можешь вернуть союзника во времени, так же, как мог бы вернуть себя. Очень удобно, если у врага есть какой-то бурст. Ну, например, используется ульт виверный, и вашего союзника бьют, вы хуякс его возвращаете, он живет, кайфует. Также у вивера один из основных самых моих любимых плюсов на А4, это хороший лайнинг. Во-первых, он всегда кайсит дальника легко. Не часто бывает так, что твой саппорт-четверка легко может закайсить дальника. Легко это, то есть, без потери сильных ресурсов. То есть, так, чтобы твой... Чтобы ты не тратил слишком много маны и слишком много хп пробежался, плюс еще и врага прохарасил. Идея в том, что шикучи, на первых, ловлак наносят весьма хороший дамедж, и плюс у тебя появляется сам, ну, очень уверенный эскейп. Если ты играешь на вивере через шикуч, ты, очевидно, имеешь хороший эскейп. То есть, идея такая, на линии тычкуешься, тычкуешься, играешь в дэнай в ласт хит, по возможности пробегаешь по врагу, доджи его тычки через шикучи. Вот, там чувачок сейчас нажал полет, мы не будем с полетом драться, мы просто подкулим в этот момент. Но, очевидно, еще минус у вивера, это его эмэс без сапога, он слабый. Но, если у вас есть шикучи, то вам это не страшно, думаю, это очевидно, в принципе. Еще один из минусов, это уязвимость к стана вначале. Если у вас есть, так сказать, стан у врага, то у вас очень легко поймать. Да, насчет раскачки. Раньше я всегда брал первый скилл, думая, что именно первый скилл это хороший лайнинг на вивере. Но, на деле, я поиграл через уважаемый... Так, мы сейчас туда гранатку закинем. Не добил гранатки, да, наверное? Добил гранатку, найс, хорошо вышло. Поиграв на вивере какое-то время, я понял, что третий скилл слишком силен, что это очень сильно по геймплею напоминает... Да даже виверную саппорта, на самом деле. Подведем, чтобы он меня не ударил. Я, к сожалению, в донайл рейндж дальника вогнал, но в целом пофиг. По закупу, что я точно могу сказать, что вы из цирклетки делаете себе вессл. Просто вот сразу же рейткликом вессл. Это им энерген и демодж на линию. Сентри поставил. Да и ладно. Сейчас свой сентрику поставлю. Мы сломаем твой сентри. Вард нашли. Отлично. Вот. На ранней стадии ты с помощью Ешки в однерочку очень больно пробиваешь врага. На третьем обязательно брать первый. Идея в том, что первый слишком много армора уменьшает в секунду. Если ты его хорошо кидаешь так, чтобы враг тебе не мог ответить... Ну, то есть ты кидаешь, и у него выбор либо сломать пиявку, либо убежать. То есть у него нет выбора ломать пиявку и не получить много демоджа. Тогда ты очень много демоджа можешь внести. Если ты кидаешь, и враг может спокойно сломать пиявку и тебе еще по лицу накидать, ну, тогда ты, наверное, плохо кинул. Вот. Тут идея такая. Вкатились. Накинули, потому что понимаем, что сейчас хороший момент. Я могу сделать пару ударов за это. Видите, да, что я буквально пол хп выбил. Еще и братишка мой накинул. Буквально за небольшой проказ мы, братишки, миллион хп вынесли. Я продолжаю так же драться. Не буду умирать. У меня хоть стики есть, но... Лучше не рисковать. Хотя тут можно и подрисковать. Ванны нету, братишки. У меня стики есть. Он, мне кажется, в тельтасионе уже. Сами видите, что он уже не двигается. Стики зарядили, статы взяли. Дальше докупаем сентри на линию. И продолжаем вот так вот бегать, драться. Ранее доминация нам обеспечена, если мы все грамотно делаем. Танго есть не забываем. Одной урной вначале мы фулл хп себе регенем. Потому что у героя небольшой хп пул. Очень легко использовать это. Все, и дальше максится второй. Ну, очевидно, не первый. Потому что первый... Как бы он мне не нравился, этот скилл, его все равно максить просто неэффективно. Как бы там трейд не делал, это звучит очень слабо. Все. Нажимаем еще кучи. Обязательно по двоим закидываем жучков. И под жучками тычкуем саппорта. По дурной под жучками. Никто не выживет. Сами понимаете, что там дэмэдж... О, выжил. Так, тут обязательно берем второй. Под жучком если он дерется, ему очень плохо. Вы сами видите мои тычки, ребят. Понимаете, да? В чем идея? Просто такие цифры дэмэджа, что их буквально никто не переживет. Важный момент, что если вы используете ешку рукой, то есть не на автокасте, а рукой, то у вас не агрятся крипы. Если вы на врага ешку нажимаете. Это важный момент по механике. Также нужно не забывать, что вы можете гангать на вивере. В идеале это делать начиная с ночи. То есть пятая начинается, и ночью выходишь. У меня огромный левел, у меня нереально крутой старт. Такое бывает супер редко. Но редко на метко. Обязательно не забываем капельку. И насчет сапога я не рекомендую покупать сапог на сапа вивера. Я считаю, что айтем не самым лучшим. Если айтем получше. В будущем, в чем будем заниматься? Можем убить, я к вам прилетел. Если раст поддержишь, я помогу. Го-го-го. Вот, и ешку туда еще двойную. Сейчас еще на шекучах за ним побегу. Сейчас кинжальчик закинет, чувак, и я за ним. А, ну, или так даже. Понимаете, да? Бам, еще и крипов подворовали. Остаемся тут. Можем задавить. Сейчас он вернется, можем еще раз убить через 15 раз. Не уходи далеко. У нас почти весел гайс на пятой. Бару пробить. Я не буду пока показываться. Хотя, можно, можно показаться. Снова подурнул, снова под ешку. Не ожидал, что мы тут окажемся. Оставляем килл, братишки. Не уходи, не уходи. Он сейчас перейдет снова на доме. Мы пизданем его. Бам. Просто молодец, хватил. То есть все, мы буквально выиграем в соло карту. И назад на линию на шекучах. Ну, идеальный сапор же. Тут помогли, там помогли. ГГ, все, ГГ. Типа, бот выиграли. Топ выиграли. Чувак пишет 0 ТП. Лак. Не повезло тебе, братишка, с командой. А мы возвращаемся на бот. За всем, что у нас есть. Со статами. У нас разворчика, правда, подушили за это время. Но, что страшного. Так. Мы в соло убиваем сейчас виверну. Благодаря урне ранней. И я на автоказ ставлю. Еще виверну. Ну, вот. Под гранатку, под урну. Сами понимаете. Надеюсь, какой там дэмэдж будет. У меня есть возможность уйти в следующий раз. Спастись. Обязательно урну во врага нажимаю. Пробью шекучами. Я не знаю. Я буквально в соло убиваю всю карту. Заберем еще виздум руну. Мог бы. Могу доебать его. Думал, хватит дэмэджа. Анлак. Ну, серви, надо парада. Не знаю, что это значит. Но явно что-то очень важное. Все, бежим быстренько за руной. На шекучах. Шекучи суперсильные. Не забываем, что в такой стадии еще удобно ставить варды. Гипси эссенция. Я не знаю, что это значит. Джипси это... Я не помню, как переводится. Я где-то слышал это слово. Слушай, на самом деле все еще не идеально. У нас все хорошо, но это не прямо идеально. Значит, в будущем мидгейме будем отпушивать линии. У нас будет шард. Помощь надо имидим. Бразильский мальчик делает, гэс. Может, вместо шекучей взять первым? Как будто бы слишком приятен. Да я в зум первым вместо шекучей. Черт, не вард в медиа. Дум есть. Можно дум развести. Смотрите, как это делается. Он жмет дум, и я на анимацию дума использую инвиз. Не, онлак. Надо в топ вернуться убить. Гурной подхилится одной. И дальше весел эти. Чекнем вард. Поставим вард. И бежим на помощь. Они сами убивают, умнички. Чекнем так вот. Врагам. Бам, вард поставили. Там пять мидер убивают. Мы его... Жопу рвут втроем. Но на развороте, на развороте. Я, может, соберу урожай какой-нибудь. Дум не жаля, к сожалению. Но я могу тут стиля сейчас навернуть. Если он останется. В принципе, да, я могу. Кого-то вы меня видят. Есть такое внутреннее предположение у меня. У него нету других вещей. Тут экспус воровали. На крипах мы не показались. Ой, я случайно мискликнул. Сентри поставил. Но не думаю, что это супер важно. Потому что его все равно очень плохо. Я его пробил. Не буду дальше давить. Будет глупый затей. Лучше просто законтролить руну и выйти в бот. Блин, прикольно, что я могу так ромить на сапе. Герой просто миллион эмэса имеет. Очень удобно играть. О, меня чувак двоих в боте убил. Наверное, я зря сюда бежал. Это в этот момент. Молодец, чувак. Все, мы по всей... По всей карте емем. После того, как я сделаю весел, у меня будет вариант либо выйти в шард и отпушивать линии с шардом. Он просто приятно улучшает шикучи. Вард стоит. Хорошо, будем знать. Еще есть прекраснейший вариант купить атос. Решить проблему со станом. Потому что в будущем этот атос грейдится в глэпнир, который нам и фарм увеличивает, и контроль дает. То есть атос выглядит неплохо. Я, наверное, реально сделаю атос. Все, летит весел. Бежим в бот на шикучах. Благодаря урне у нас всегда есть мана. Очень удобно играть. У него вроде кд-кнопка его. Пока даже мудабл ее. Еще что? Дом докопался. Пробиваем братишку нашего. Найс. Добивай, хорош, легенда. И тут еще один. Да вы вообще пьяные, что ли, парни? Дастин меня нажал, но они не помогают против Вера особо. Найс, найс. Отлично. Как будто бы хочется вообще шикучи взять. Четыре. Просто я очень люблю первый скилл. Но в этой игре как будто бы шикучи прям очень красиво смотрятся. Птичку не успел сделать, но он в эсселе. Четыре ретарда пишет. Есть возможность вот так вот сейчас кинуть. Прикол, найти его тут. У нас имбиря, возможно. Имбиря мы не нашли. О, ебать, бара. Вот это встреча, братик. Вот это встреча произошла у нас. Невероятная. Кайфовый, герой. Куда-сюда бегаешь, кнопочки жмешь. Еще, может, подреду акторин было бы сделать, конечно. Но там совсем сих. Я хотел, чтобы Дум нажал. Я на Дум бы его забайтил. Здрасте. Я буду их троллить сейчас, бегать, показываться. Они не заметили меня, что ли? Ну, я в хорошей позиции. У меня очень много сейчас возможностей. Кинуть нужно хороший первый скилл. По многому количеству героев. Хороший первый скилл закинули. Тихоря убили сапа. Вообще, всегда садитесь на сапа в идеале. В самом начале. Ой, я мискликнул урну снова. Я Дум ловлю, скорее всего, тут. Нет, не я. Так даже лучше. Не, братик, ты тут не уходишь без обид. Попытка, конечно, very good. Но шансов very low. Найс. Да что они сейчас там что-то гадости какие-то пишут? Кринж. Могу доебать в миде чувака. Да, он улетел, к сожалению. В принципе, все равно. Нет. Как приятно фармить пиявками. Просто кайф. Так. Что, мы берем ТПшки дополнительные и АТОС. Как я и говорил, через АТОСик будем играть. АТОСик, начиная с ХП обязательно. Что, пока? А, он ультует меня, блядь. Я даже не подумал. Ну, в принципе, мне все равно. Там дома нету, поэтому я могу не бояться особо. Наверное, я убью Весселом. А от остальных выйду просто. Знаете, самое кайфовое, что у вас герой с Инвизом. Это мое самое любимое. Я успел орну нажать. В принципе, это может... Блядь, что я наделал? Ой, что я наделал? Ладно, забейте. Я хотел нажать стик и шикуче, а нажал шикуче стик. Ну ладно, такое случается. Так. Ну, очевидно, Бабл. В нашем билде Бабл очень имба. Потому что у Вивера небольшой ХП пул. И вот эти 100 очень много ему дают. Особенно учитывая, что мы редко получаем урон. Но если получаем, то много. То есть мы получили, вышли, подождали. Бабл закадышился, похилил нас. Очень самая лучшая нейтралка на Вивера в первом левеле. Разор с ВГшкой идет давить. Хорош. Рекольный билл. Ну, тут хорошая игра для ВГ на самом деле. Я не фанат ВГ на Разоре, но в этой игре он неплох. Хороший первый скилл, который отлично отпушивает линии. Я уже объяснял это. Что первый скилл, ну, типа, и на Рошана, кстати, очень хорош. Он же еще уменьшает армор, причем в каком-то огромном количестве. Сколько он уменьшает? Надо посмотреть, я вообще не вижу. Снижение брони за атаку 1, но интервал атак 0,7. То есть за 7 секунд и снижаешь 10 армора. Думаю, нет смысла объяснять, что это оно очень до хрена. То есть вот крип стоит в виде, да, как... Ну, это у меня пиявка буквально в соло режет. То есть я так понял, она носит физический урон, поэтому урон от нее тоже увеличивается от нее же самой. У него дум есть. Ну, я умер, скорее всего. Не буду тышковать, потому что я косую с землей. Верим, что я выживу. Пробую хп себе добавить. Не добавилось. Значит, давайте просто подождем, да. Нажму просто ульт, чтобы чуть-чуть подхилиться. Сынок, когда не супер большой, все равно. Отлично. Очень мало стоял на лайне. Игра такая, менее показательная, чем я хотел. Беру талант на силу, возможно, носит от меня. Шел отсюда, сынок. Так, ну я первым скиллом отпушу пачку, как я и говорил. Просто потому, что, ну, я могу. А то съедет. Дастов нету, братикам. Найс. Под весел пробьем, братишку. А, я думал, успею выйти. Ну, на нем минус армор висит. Смотрите на его армор. Минус пять, минус шесть. Видите, да, эти тышки от снайпера ГС? Ну, это просто пиздец. Даже учитывая, что я умер. Ну, не самая идеальная смерть. Но у меня Атос появился. Все, дальше после Атос я, наверное, сделаю шард. Или Мейл Шторм сначала. Нам, по-любому, нужно выходить в кора. То есть, мы не можем в фулл игру играть в сапе. Мы можем купить Аганим, там, сейвать в основном. Кстати, скорее всего, таймлапс хилит от Дума. Ну, давайте сделаю Аганим. И потом выбьем шард себе. И после ш... Не, не выбьем шард. Мы его... Мы его купим Аганим. И возьмем Глэйпнир. В чем идея? Шард я выбью. Ну, не я. Мне команда выбьет. Он без Дума. Дума нету. Найс. Я плохо Атос нажал в помойку, можно сказать. Подвыйдем чуть-чуть. Но всегда садитесь на сапа в приоритете. Ну, либо на того, на кого уже минус армор висит. Все, отлично. Я плохо нажал Шакучи. Я бы тут подхилился немножко, а то хп потратил из-за скилла виверны. Больновато залетела. Да, Ян Тмит пишет. Я в статовой, я могу себе позволить металл обносилу взять. Отлично. Много дэмэджа внесли. Мне еще, блин, нравится, что можно на сапа садиться. И ты на сапе можешь дэмэдж вносить. Очень много. У меня Атос через пять будет, я могу зацепить Эмбера. Он не подставляет. Да впадлу пушить, парня. Есть ощущение, что мы изъебемся. Подохнем несколько раз. Игра будет сложной. Это ошибка будет пушить, сто процентов. Если игра внезапно у вас сложная, вы пожрали линию каким-то невероятным образом, хотя вивер на линии ебану тише герой. Вот так вот делайте. В пачку вошли, в пачку убили. Любой это сделает из вас. Это очень просто. Скипнуть пачку. Вы скажете, ну и что, так любой герой может. Так вивер на этом поймать очень сложно. В этом его идея. Блин, я предупреждал, ребят. Так. Подзамедлим немножко. Нормально. Живем, живем. Тамвар, скорее всего. Ну, помогу. Успел. Не ожидал, наверное, у нас Тоса. К слову, вот одна из идей Тоса, что ты можешь сбивать ТПшку. Очень круто. Бам, пробежался. Бам, пачку пробил. Бам. Идеально зафармил. Я пытался. Да чё они флеймят? Чё они такие все злые, лоупорядочные? Всё. Берём себе силу плюс интеллект в первую очередь. Это очень важно. Нас герой всё-таки должен жить и должен носить дэмэдж. Сила интеллекта это то, что больше всего нужно. Ну и одно кларити обязательно. Дальника, к сожалению, не успел зацепить. Но я вот так вот сделаю. Даже два кларити больше нет. Ну да-да, и так сыграем. Пачки скипаем. Обязательно скипать пачки. Одна из важнейших механик на вивере это скип пачек. Очень важная механик. Против бара она не так хорошо работает, если бара вас в фокус берёт. Ну сами видите, у меня 2000 хп внезапно стало из-за Тоса. А Тос очень много статов даёт виверу сапу. В артике можно защитные... Ну атакующие такие хорошие ставить. Стараемся помочь немножко. Ребята даже в такой игре умудряются не очень хорошо играть. Ну и не осуждаем, нормально. Найс. А, убили, слышу, убили, молодцы. Задим урну, братишки. Всё-таки зарядили на халяву. Ой, здрасте. Мне ещё нравится ещё пиявка, что он даёт вижен на врага. Можно я, пожалуйста, немножечко... О, видите дэмэш тыча, гайз? Так, ну подвыйти чуть-чуть. Нормально, у меня будет ещё... Таймлапс в случае чего. Так, отлично. Найс, найс. А Тосом не даём Эмберу улететь. Прекрасно, идеально. А, Тос, прекрасно это. Да виру, это вообще. Переложим вещи, подхилимся. Какие же вы, конечно, токсичные. Ребята в чате. Так. Ладно. Какой мой вар тут нашёл? Ты чё? Задор, ёбаный. Так, мы ищем хороший первый скилл по большому количеству героев. Это самое важное. Попали в одного. Второго зацепили, это тоже хорошо. Нет, нет. Туда опасно идти сейчас. Большой шанс. Откинуться. Скорее всего, снайпер-жумер. Ничего не поделать, просто поболеть за него. Найс. Слушайте, походу я сам умный. Нельзя, да на, я сейчас подумал. Пишет, сорян, я чему. Представляешь, вот это вот команда. Так, мы отойдём от курсы по-двоим. Ой, какой бринг идеальный. Легенда наша Майча. Там Мамбаржиев нужно поаккуратней быть. Я бы слетал, похилился. Не убивает. Оно не убивает, в скобках. В баш второй удар. Это Ходор. Тот самый Ходор, гайз. Нашумевший. Игра, конечно, супер-сказка. Всё идеально получается. Две атаки от Джука. Это очень хорошо. Мне прям нравится. Очень сильный талант. Что дальше по таланту? Снижение брони от свором 100%. И, наверное, перезарядка шикучая. Очень приятно для сапа. Всё, теперь я сейваю, братишек. У меня теперь аганим есть. Я могу вас от дома сейвать. Не бойтесь получить его. От дома, от курсы. Не прям, ну, бессмертные вы. Но я вам очень много урона верну. Так, дальше шарт в идеале. Поможете мне шарту бить, парня? Я кину пиявку, а на армор уменьшат. И вы за пару ударов ебанёте его. Поможешь, снайпер? Может, я в соло могу? Под минус армором. Давай пробуем. Варим минус армор. Варим дамедж. Всё, видите, да, минус армор, guys? Ещё и минус армор разор. Всё, минус шарт, кхуям. Найс, мне шарт дало. Теперь я могу очень круто фармить. Пробегаете шикучами по крипам, и тычка летит по всем крипам. Тут у меня ступает крипов, как будто бы я кор. Ну, вообще по левелу я очень даже кор. Снайпер с сатаником, но он не поможет в этой игре, по сожалению. По думам, не похилишься. Бам. В центре стоит. Хорошо. Помогай, братишки, с вардами. Чё ему тратить бабки? Он в плюсе, я в плюсе. Неожиданная синтрия. Не скажу, что это хорошая смерть, но то, что это плохая смерть, я тоже не скажу. Я думаю, это нормальная смерть. Это средняя смерть. Я примерно подозревал, что там есть вард, но я думал, что он есть на глазике, в центре. И я стоял в ренже, где-то чуть выше синтрии. Поэтому, скорее всего, в центре и на глазике, и вот тут. Да ладно. Так, все равно хорошая смерть. Так. Чё из этого? Гифт круто выглядит. Дистракшн круто. Драгонскейл круто. Всё круто выглядит. Я возьму драгонскейл. Четыре варда есть. Дальше клейпнир делаем. С ним пофармим, если чё. И в лейт выйдем. Что бы я дальше делал в билде на вивере саппорта? Наверное, Юл. Наверное, Арчид. Наверное, БКБшкой шлифовал бы. Думаю, Юл, Арчид, БКБ. Что-то такое. Это самое такое базовое. Юл выглядит очень хорошо. Ещё знаете, что есть? Лотус есть. Лотус это прям хороший выбор на вивера. Чё-то типа вот такое. Блин, плохие смерти, гайз. Надо Рошана идти. Ранний Рошан очень много даёт. Ну, я имею в виду, что очень легко его убить. Я хотел это сказать. Так. Сейчас Рошан в топ прибежит. Можем убить его. У меня очень много минус армора. Там резнешься на пашке? Приходи. Как раз под его респаун у меня первый скил откатит. Ёп, твою мать. Успею. Успел. Оттычки, конечно, идеальные. Фармить на вивере с шакучами это само удовольствие. Люди, которые не покупают шарт на вивере, это для меня отдельный вид дебильчиков. Самый лучший айтем в доте сейчас на вивера. Даже на сапок, к слову. Па, лети в топ. Помоги мне Рошан убить. Он мог поближе-то понажать. Так. Ещё Снупик летит. Как вы делаете делать? Вы кидаете сначала тычку, он на вас агрится, и потом вы кидаете пиявку. Чтобы пиявка настакала минус армор. Видите, уже сколько, да? И в момент, когда вы уже всё нормально настакали, начинаете отходить и начинает пиявка танчивать. Всё. И пиявка вытанчивает весь демод штычек. В итоге минус армор Рошаночек. Я не показала. Егис. Всё. Суперфастовый Рошан. Я могу зацепить, если он будет. Пробую пробежать. Чекни вард. Популярное место для варда, очевидное. В всё время часа вот варда нахожу. Как я читаю, да, гэс? Как я читаю врагов. Гоуртормента убьём, ребят. Найс. Даже ты их вар сломаю. У меня ульта КД, ребят. Ой, аккуратней. Случайно мискликнул. Ищем хорошие пиявки, не забываем об этом. Хорошие пиявки кинули, всё, они и сели. Теперь ищем хороший АТОС. Бам, АТОС нажали. И под АТОСик пробежались. Бам, даблтычка полетела. Так, у нас сейчас ультимейт скоро будет. Возможно, мы сможем братишку спасти какого-нибудь. В принципе, пока что никакого не спасти. Ну, если увидишь, что в кого-то улетают, я могу засейвать. По-моему, я его только чуть не убил, да? Ха-ха-ха-ха. Бля, было опасно. Ой, мне больно. Очень долгий шик учим. А в тимфайтах сложновато действовать на вивере. Нужно за очень многими вещами следить. Ой, сейчас залетит там. Ой, сейчас залетит, смотри. Нормально залетело. Нормально. Раста, молодец. У меня пять секунд. Надо будет готовым засейвать его. Братик, живи. Живи, Ростислав. Я засейваю тому, кому прям плохо будет. Я думаю, розетку. Блядь, он меня ультует. Валь, я успел, я успел его вернуть. Я успел его вернуть. Очень много. Пробую продлить. Он задоджил. Сука. На снайпере нормально. Стоит, стреляет. Думаю, в него нажали чардж уже. Я на вижене мог быть. Да, блядь, чувак на баре. Заебал. Я вообще могу нажать байбэк через 15 и ульту. И я окажусь в драке снова. Как будто бы это прям хорошо звучит. Он же ебёт их сатаником всех. Бездумый в анрилу бить. Ну, если нажму... А, ну... Блядь, он соло. Ой, блядь, я... Так столько много мискликов, но меня можно понять. Я пожилой. Я пожилой. Мне можно мискликать. Стоит, стреляет. Не, я больше не дам питью. И что, ВВ-репорт? Это ВВ-ничего такого стрёмного я не сделал. Сложная игра для ВВР. Я с него сажусь. На него Пашка садится. Вот такая вот катка на ВВере сапике. Я понимаю, что отчасти, возможно, выглядело, как будто мы прям со старта ебали. Но, ребят, герой такой на линии. Если я на линии ебут, то я так и буду дальше ебать. Ну, как бы не особо зависит от того, ну, типа, как я играю. Если... Имею то... Это суть героя. Ты бегаешь по линиям и делаешь гадости. Если ты не делаешь, то ты намного слабее. Используйте вначале первый скилл ВВера, и у вас всё будет хорошо получаться. Очень сильный герой. В моём понимании минус это отсутствие стана в начале, маленькое количество ХП, уязвимость против героев с точечным контролем и с энтерями на линии. Если вы против этого можете играть, то очень круто. Особенно берите ВВера в хлюпких саппортов без эскейпов. Самый лучший вариант, против кого он хорошо работает, это Чен и Висп. Против Чена и Виспа Вивер охуенно работает. Всё, гайз. Всё, давай. До завтра. Всем удачи, всем пока. Спасибо, что смотрели. Хорошего настроения. Увидимся завтра.